МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Набравшие наибольшее число голосов начнут благоустраивать уже в следующем году. За последние годы были благоустроены скверы Самарец, Фадеева, Речников, Овчарова, бульвары по улице Мичурина и проспекту Металургов, Крымская площадь, Сад Баланса, Ерик Парк. В этом году продолжится обновление парков Молодежные и Воронежские озера, приобретет новый облик бульвар по улице Чернореченской. Руководитель управления информацией и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова сообщает о том, что сегодня происходит в доме номер 37 по Енисейской. В подвале в двух местах прорвало транзитную трубу, по которой шло отопление. Сейчас в подвале дома работают несколько аварийных бригад, сварщики, слесари, электрики. Вчера откачали воду из подвала. В ночь с 11 на 12 января начали сливать отопительную систему, чтобы приступить к ремонту. Сейчас дом обесточен, аварийные бригады в подвале выявляют место повреждения. После этого приступят к замене участков труб. По окончании работ будут пускать тепло. Ситуация находится на личном контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в 2023 году в Самарской области родилось 555 близнецов. В 270 семьях появились двойни, а в 5 семьях сразу трое новорожденных. В Самаре для родителей близнецов предусмотрена единовременная выплата в размере 8 тысяч рублей на каждого ребенка. Если у вас двойное прибавление в семье, обращайтесь в любой офис МФЦ. Также оформление выплаты доступно на региональном портале Госуслуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре.